Итак, друзья, значит, все, я успешно зарегистрировался. Мне на следующий день пришло смс, не смс, а уведомление на почту, что ваша сим-карта зарегистрирована успешно. Присвоен был номер сим-карты и необходимо было положить, значит, 201 рубль на счет и через час уже проверять, есть ли там интернет. Также все сделал, только единственное, не через час, я вечером положил, а утром уже включил сим-карту. И, в принципе, пробовал я ее через модем, через 4G модем обычный, все работает, и потом пробовал вот через телефон. То есть, просто сейчас я пользуюсь интернетом, у меня даже нет никакой антенны, и, получается, раздаю через телефон. Как настроить, кто не знает, прямо скажу, в настройки телефона заходите. Сейчас покажу. Так, заходим в настройки телефона. Вот тут вот точка доступа Wi-Fi, и нужно включить. И все, и мобильный интернет включить. И вот смотрим, у меня есть программа измерения скорости. Вот даже внутри дома сейчас посмотрим, какая скорость. То есть, видите, в районе 30 мегабит в секунду он держит на скачивание. Ну, это уже зависит от покрытия вашего региона. В принципе, тут как бы по-разному может быть. Не то, что значит, у вас тоже такая скорость будет. У нас просто вышка рядом, и если подключить, допустим, антенну, будет еще больше. Или, допустим, вот модем установить где-нибудь на окошко наверх. Там вот, даже вот если вот туда вот сейчас поставить, проверить снова. Там уже должно быть больше. Вот видите, 35, уже там 45-47 выходит. Вот видите, да? Это вот вверху окошко. То есть, если там симку распределить, то будет уже скорость еще больше. Итак, друзья, для регистрации нужен паспорт, паспортные данные. Значит, они пишут о том, что хотя, значит, номер корпоративный, и он оформлен на организацию, в любом случае по законодательству необходимо предоставить свои паспортные данные. В принципе, они пишут, что вот есть аттестат соответствия, можно его посмотреть, открыть. У них есть политика персональных данных, вот эти сертификаты. Но я мало разбираюсь, к чему это относится. На сайте есть персональные данные, что они должны вроде как соблюдать их. В общем, отправил номер, значит, нужно как, нужно вот разворот паспорта и вот так вот отправить сим-карту, и потом еще разворот с пропиской. Через какое-то время они пришлют уже. Вот сейчас вот смотрите, вот мне пришел запрос на активацию, успешно получено. Ожидайте от нас ответного сообщения в течение срок активации. То есть, они должны дальше прислать, что делать дальше. Так что есть реальный повод сэкономить, да, то есть 200 рублей за безлимитный интернет. Ну, где вы найдете, даже с учетом того, что я отдал там 1500, 1000 рублей, 1100 за саму сим-карту, за саму услугу и 500 рублей за доставку. Опять же, повторюсь, если у вас уже есть сим-карта, на вас она зарегистрирована, то при подтверждении этой регистрации вы только платите вот этот вот тариф, и вас переключают на нужный тариф. Не знаю, сколько это проработает по времени, но я думаю, если даже полгода-год проработает, то будет отлично. А купятся все расходы на интернет, если, допустим, тот же Билайновский тариф там 600 рублей в месяц, да, если я не ошибаюсь, безлимитный интернет, то смотрите, то есть экономия где-то 400 рублей в месяц, каждый месяц. А на этом всем пока, с вами был Горбунов Сергей, если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok